всем привет меня зовут пётр и я сегодня расскажу вам про боль вот про ту боль которую вы можете испытать по участвовав кегли и устроившись на работу когда вам надо вывести свою первую модель в продакшн кратко себе дата сайенсом я начал заниматься в хм job stood by для вас вот и преподавал в мгту имени баумана до сих пор преподаю сейчас в mail.ru мы делаем юлу мобильный классифайт если вы хотите что-то продать ставите или купить ставьте себе елу окей так примерно выглядит весь workflow машин обучения правда если вы участвуете на кегли почему это не работает в продакшене потому что всегда у вас есть вся дата у вас есть train у вас есть тест вы можете посматривать на тест вы можете объединить сюда все данные и построить какую-то кластеризацию по этим данным вы можете построить тсн е вы можете ворту век обучить на всем на всей базе текстов которые у вас есть вы можете посмотреть распределение фич и как-то заполнить пробелы смотря на весь датасет целиком к сожалению на практике таком не если вы вводите это в продакшен вы не можете каждый раз пересчитывать весь датасет просматривать вот у нас плюс один пример давайте перестроим тсн е окей тогда имеет смысл наверное вот как-то разделить у вас есть часть даты часть даты вы выделяете фичивать причем делаете это примерно одной и той же функции ну вроде тут все хорошо ну и вы умеете уже предсказывать да это почти то же самое что вы делали на кэгле вы умеете предсказывать но это еще не продакшен и какая может прийти идея давайте наймем человека и мы разделим кто-то будет обучать модели а кто-то будет их внедрять в продакшен ну окей если дата санкист один раз обучили подготовить данные обучит модель далее отдаст ее программисту тот выведет ее впрод и к ней будут посылаться какие-то что типе запросы все будет работать хорошо боль начинается когда эту модель начин надо переобучить может дойти до драки потому что все начнут спихивать друг на друга эти проблемы нет спецификации нужно джава нужно все обернуть в джаву нужно проверять параметры нужен какой-то ки и и прочее это боль вот и это главная боль и поэтому я считаю каждый дата санкист должен быть хоть чуть-чуть но инженером он может хоть в каком-то приближении а свою модель вывести в продакшен пусть возможно не в рамках высоконагруженного сайта какого-то но он должен это уметь чтобы понимать что скроется за этим занавесом если давайте расскажу как это просто сделать и после всего этого вы пойдете к своему работодателю и скажите я умею в продакшен повесить мне зарплату ну возьмем питон как самый распространенный язык программирования и из гбуст как самую распространенную модель и возьмем в фреймворк фласк и вот тут мы взяли просто обучили модель и запекли ну сериализовали ее ну мы можем ее вычистать и начинать применять эти данные окей добавим в это все фласк сделаем все делается очень просто не стоит никогда бояться выводить свою модель в продакшен потому что это нереально просто но больно да вы просто это весь код который позволяет вам сделать http сервис использующий эту модель которую мы обучили заранее конечно да вам будет переходить что-то похожее на джессон вы должны применять ту же функцию извлечения фич что вы применяли раньше но это не сложно окей а я должно стать немножечко сложнее когда количество запросов к вам повысится дело в том что фласк это не асинхронный фреймворк он всех синхронный и если у вас долгий предикт все это может начать тупить тогда вы можете добавить какой-нибудь либо торнадо либо на гуни корни все переписать это тоже вы вот этой строчкой ниже можете запустить фласк приложение на 8 трэдов добавить некоторый конфиг в инжинкс и все будет работать распределенно на 8 инстансов все это будет быстро и возможно уже не так будет тупить ну окей но следующий этап вы не хотите чтобы это падало ну мало ли где-то ошибку какую-то передали плохие данные или еще что-то вам следующий этап это надо демонизировать чтобы это перестартовала если она упала вы могли читать логи красиво как альтернативу я предлагаю супервайзер это очень удобно вы делаете опять же двухстрочный конфиг и ваше приложение стартуется например при старте системы если вдруг она перегрузилась то же самое если она упала она делает несколько рестартов минуту здорово примерно так будет выглядеть ваша архитектура да у вас появляется реквест к вашей системе куда передается данные допустим текст если вы делаете сентимент анализ он попадает на инжинкс дальше попадает на гуникорн фласк ну да это все еще хорошенечко упаковать в пакет потому что эксплуататоры вашей компании наверно потребуется чтобы это вы не гитпул делали на продакшн машинки а выдавали дебиан или рпм но выглядит пока красиво и чисто где же боль боль и страдания начинаются с этого момента во первых если вы дата санте скайгла очень трудно будет с метриками потому что если вы придете к боссу и скажете у меня тут аук 99 процентов он скажет а где здесь деньги вот вы решили задачу классно и к сожалению вот нельзя сделать последнюю строчку да и и сайкет лерна импортировать продакшн метрики которые вот вы я беру продакшн метрику сколько денег будет приносить моя модель и как-то и и протестировать естественно вам самим надо ставить эти метрики это может быть увеличение пользователей например на сайте одноклассники это количество просмотренных видео чем лучше мы делаем рекомендации чем они лучше делают рекомендацию тем больше видео просмотрит пользователя значит больше просмотрит рекламы и чем больше видео просмотрит это как раз вот эта метрика которую можно использовать то есть главное первое перед тем как вы решаете задачи сразу смотрите на продакшн метрики которые вы будете улучшать иначе вы можете потратить деньги время и упереться в том что у вас отличный лог лос но задача не стоит тех затраченных усилий которые вы потратите окей а так как вы делаете все это в продакшн не мы сегодня говорили про временные ряды и нельзя надо правильно кросс валидироваться дело в том что в следующем запросам вам придет запрос не из прошлого он придет из будущего и если у вас есть какие-то данные на которых вы обучаетесь и тестируетесь вы должны взять прошлое за какие-то определенное время и тестироваться на следующем будущем для него потому что в реальности все не перемешано это так же вам поможет показать если вы будете выдирать таймлайны какой кусок брать допустим отлично ли обучаться на последнем месяце на последнем полугодии на последнем десятилетии если у вас есть эти данные или нужно обучаться на последней неделе также как часто обучаться как часто деградирует ваша модель как часто обучившись вы начнете страдать с тем что у вас будут падать метрики все хорошенечко делать это быстро ну и и воспроизводимость дело в том что нужно данные бить такими кусками чтобы вы всегда могли показать да у меня тут именно вот то о чем я говорил иначе вам никто не поверит все в продакшене хорошенечко покрыть мониторингом причем в несколько слоев если вы делаете http сервис что нужно мониторить количество запросов в секунду естественно эта метрика она будет зависеть уже на тот какой пхп код или другой код который делает запросы к вам если вдруг запросы прекратятся вы скорее всего будете не виноваты но запомните вы с этими людьми делайте одно и то же дело вы тоже должны добавлять эти метрики в том числе и rps ошибки до вашей модели могут быть ошибки могут быть какие-то четырехсотки пятисотки это бывает но их правильно мониторить правильно делать какие-то триггеры на это иначе вы упадете и просто не узнаете об этом то есть по rps все хорошо но каждая вторая ошибка она заканчивается пятисотки правильно мониторить предсказания дело в том что со временем наши данные меняются и может получиться так допустим вы блокируете резюме вы блокируете резюме и сначала у вас блокируется только 10 процентов и потом время 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 идет и вы начинаете блокировать 20 процентов 30 потому что данные меняются каким-то образом а вы не переобучали модель и поэтому мониторить вашей скорой допустим поделив их на четыре части до от 0 до 0 25 от 0 25 до 0 5 и так далее будет правильно следить в этом за временем и причем делать это тоже ну вы должны знать как ваши скорой распределены самого начала а самого начала вы должны следить за временем предикта дело в том что это очень важная для продакшена метрика сколько ваше предсказание длится поэтому к сожалению всякие ансамбли трех уровней четырех уровней в продакшене работать не будут а и вы должны следить за этим тоже во времени и тоже самого начала потому что вы можете потратить кучу человека часов обучить классную модель а потом сказать я обучил классную модель но она по времени не тянет я начну выдирать оттуда фичи допустим эта фича считается долгое выдержу вы как лук начнете эту модель обратно разбирать и в итоге все важные фичи они считались очень долгое время и вы в итоге останетесь каких-нибудь рандомом ну может чуть лучше чем рандомом поэтому следить за временем предикта тоже надо с самого начала не только когда вы выйдете в продакшен необходимо мониторить продуктовые метрики вот мы с вами говорили про метры дело в том что ауки скорой и прочее для продукта ничего не значат если вы делаете рекомендации мониторите рекомендации на которые мониторите выхлоп который приносит эти рекомендации если вы делаете модерацию мониторите количество продуктов приходящих потому что если вы начнете банить 90 процентов продуктов вашим приложением никто не станет пользоваться не иногда необходимо смотреть за распределением некоторых фич к примеру делали вы какой-то сайт и он был ориентирован на мужчин и ваша модель обучуешь что 90 процентов там мужчин вы ставите метрику мониторинга пол и с временем вы можете увидеть что вот это распределение пола она как-то поменялось тоже некоторые марки для того чтобы переобучить вашу модель мониторинг это очень легко можно взять графит поверх графа ну красиво очень и слайд фактически в две строчки это все обмазаться этим настроить красивые графики и с умным видом я не сайентист я инженер сидеть около вашего монитора а нет очень классно делаю знаете когда на стены вешают телевизор и там вот эти метрики тоже можно попросить себе такой телевизор окей а источники данных ну источников данных может быть очень много это может быть продуктовая база данных это зачастую проще всего вы сделали селект в этих данных за какой-то промежуток времени оттуда же скорее всего взяли таргет и как-то смотрите на этом но иногда впродим мы не можем взять какие-то данные и это самая большая боль которая возникает потому что к примеру это в ходу пи в реал тайме вы не можете эти данные вытащить они в ходу пи как-то предрасчитываются и вам надо предрасчитывать их примеру каждую ночь и класть продуктовую базу данных а стоит запомнить что в реальном времени тоже в базу ходить не очень хорошо пусть бэкэнд который обращается к вашей модели вот в этом джессоне в этом пост запросе передает все данные на которые вы будете опираться почему потому что если вы будете входить в базу это будет долгий запрос вы можете подвесить базу и в нее не будет происходить запись а либо вы можете ходить конечно в реплику но тем самым вы можете увеличить репликейшн лак на вот этой реплики и тоже как-то продеградирует с этим другой вопрос который может возникнуть это где хранить модель я прикинул вот шесть самых популярных ответов вывел их на голосование и вот так вот такое распределение получил можно взять модель и перетащить ее на компьютер с продаж вот вы обучили новую модель она очень классно работает вы можете взять ее перетащить на машину продакшеном если у вас есть в компании эксплуатация то скорее всего она не даст это вам сделать и вы можете взять завернуть это в пакет либо в докер-контейнер это очень здорово но если ваша модель весит 300 мегабайт это будет долгий долгие скачка пакета долгая его распаковка и а самая большая боль что вы не можете в одночасье поменять эту модель в конфиге вам надо собирать новый новый пакет с новой моделью его раскатывать вы можете засунуть это в бд но тут тоже самая проблема с моделью в том что вам надо ее выкачивать по запросу но тут вы можете менять на лету ну и к сожалению если у вас гигабайтовой модели в базе данных это будет храниться достаточно проблематично можно повесить все на веб-даф но к сожалению из моих знакомых никто не пользуется веб-дафом я не могу сказать какой выхлоп это дает у себя я также пробовал гитлфс еще в хиткантере мы попробовали и сейчас в мэйле это large file system от гита вы можете просто при развертывании пакета вытащить по хэш-коммиту вот какой-то большой файл причем в конфиге это указать вы можете версионность этого файла настроить и вытащить там за прошлое при развертывании за будущее просто допустим поменяв конфиг или стартовав модель много людей используют с 3 в качестве хранилища моделей это тоже здорово в чем еще боль использования примеру завернуть в пакет если вы хотите сделать обе тестирование и вы хотите протестировать пять различных моделей все пять моделей вам надо завернуть в пакет с базой данных это будет уже не так проблематично это не будет так много версий окей что если мы хотим часто обновлять модель то есть мы поняли что наш модель хорошенечко обновлять раз в недельку вам могут помочь я очень сильно продвигаю air flow вы вы можете написать один скрипт который будет просто вот питаньячий скрипт который будет ходить в базы делать какие-то запросы к хадупу обучать модель делать фичи инжиниринг и прочее но на каком моменте вы страдаете если этот скрипт упадет в самом конце вам у вас нет никаких реперных точек на которые вы опирались и вам надо заново будет рестартовать весь этот скрипт тогда вы можете сделать некоторый граф выполнения допустим сходите выкачать данные с такой-то базы сходить сделать запрос в hdfs хайву в spark сделать фичи инжиниринг если все это сделать с помощью air flow если это отвалится на каком-то промежуточном звене вы легко сможете стартовать именно с того момента также вы можете это распараллелить так как это граф что допустим из production базы можно взять из хайвы и сделать это параллельно а не последовательно тем самым у вас не наложатся эти события и будет быстрее можно сделать наивное тестирование внизу я привел хороший доклад про это первую его версию вторую имеет смысл делать юнит тесты на подготовку фич то есть у вас есть функция которая выделяет из сырых данных фичи почему мне обернуть это в юнит тесты потому что рано или поздно это может рухнуть вы поменяете какой-то параметр и дальше у вас модель будет уже обучаться не на том на чем вы планировали тест на входные данные потому что входные данные могут меняться на структуру данных я столкнулся с в своей практике когда в редисе начали поступать данные в джессон значение не строка из 16 с хэшем а еще один джессон ну вот так вот редис на php под нагрузкой себя повел вот и но модель все сливал и все таки почему бы джессон не перевести в строку и не работать как с ней если вы сделаете тесты на проверку входных данных то есть у вас строка это похоже на какой-то монго айдишник да давайте на это и опираться если это всегда ждете под этим значением числовое значение допустим от 0 до 3 сделайте на это тоже проверку и подойти если что-то не так не страшно упасть вы увидите это на графике ну и тест на выходные данные очень важен если вы предсказываете какую-то цену квартиры очень печально если она будет стоить отрицательное значение вот почему также важно делать эти тесты очень легко в продакшене программисты бэкэнд программисты могут добавить допустим новую категорию про которую вы ничего не знаете и просто не уведомить ну конечно мы все верим в аджайл что на стендапе они обязательно расскажут о том что они планируют но не всегда так все хорошо работает у вас появляется новая категория модели а в ней ничего не знает и вы падаете АБ тестирование АБ тестирование это ненаивное тестирование вы можете вывести в прод например две модели вы можете вы в одной уверены в другой уверены они работают на валидации по одинаковому хорошо но одна из них деревянная другая линейная какую выбрать в продакшене вы выводите обе в продакшен и делите поток на эти две модели вы конечно можете построить на графике и увидеть что продуктовые метрики от первой модели допустим количество созданных резюме они вырастают в разы нежели от второй модели но это неправильно сравнивать поэтому на помощь могут помочь многорукие бандиты когда вы допустим используете две модели и перебрасываете в зависимости от того сколько как хорошо они между собой ведут себя либо оценить статистическую значимость потому что больше это не значит лучше всегда возможно один график выше другого но это статистически незначимое улучшение 2 хороших статьи привел про прошлый доклад очень важна интерпретация часто может возникнуть ситуация если к примеру вы модерируете продукты вы заблокировали какой-то продукт клиент пожаловался в саппорт и он же конечно клиент не возьмет не позвонит дата с Э laut вы там какой нибудь из нового друг друга Почему ты заблокировал мой продукт? Он, скорее всего, пожалуется в саппорт компании. Саппорт компании пожалуется начальнику. Начальник придет ко мне и спросит, почему модель заблокировала конкретный продукт. Ну, а я что? Я возьму, посмотрю. А потому что у нее такой скор. Вряд ли этот ответ устроит клиента даже. Не то, что саппорт. Клиента тоже вряд ли устроит. Поэтому важно иметь возможность интерпретации модели. Как раз раньше я пользовался Lime, пока не узнал лучшей жизни от Миши Коробова и попробовал L5. И почему, если мы возьмем и в админке начнем выводить вот это объявление, раскрашенное красными и зелеными цветами, тогда саппорт уже не пойдет к начальству выше, оно не пойдет к нам. Они сразу увидят, что если в объявлении есть вейп, вейп это плохо. Или не вейп, а какое-то сочетание предоплата. Либо вы сможете выиграть этот продукт, но заплатите там столько-то. Они увидят отмеченные в том, что вот это слово, либо в этой категории это слово уменьшают скор и поймут все сразу сами. И ваше время целое, и время саппортеров на ожидание вашей ответной реакции будет тоже цело. Целая картина вот этого всего, о чем я рассказал, будет выглядеть примерно так. У вас есть Airflow, который, допустим, раз в ночь выгружает данные, загружает в Spark, как-то предрасчитывает, все это засовывает опять в Postgres, и теперь можно обращаться к этой базе данных и, например, брать среднее количество запросов от клиента за последний месяц, за последний день и так далее. Далее с помощью Airflow вы раз в неделю, к примеру, выгружаете эти данные из вашей реакционной базы данных, загружаете их в вашу любимую модель и кладете снова в базу данных. И очень хорошо, если вы начнете мониторить время, которое ваша модель обучалась, потому что рано или поздно количество данных растет, вы можете не ограничивать конец. Чем больше данных, тем лучше они обучаются, тем лучше модель вы ждете. Вы берете и метрику времени обучения, отправляете в Grafana. Окей. Дальше вы сделали веб-сервисы всего этого стека. Он получает запрос, допустим, ленивой инициализации, и при первом запросе он выгружает модель. Ну, естественно, лучше выгружать при старте, потому что она будет грузиться подольше, чем может ожидать клиент, и он упадет с тайм-аутом. Она выгружает модель и начинает на эту модель как-то отвечать. В случае, если у вас обе-тестирование, то, допустим, клиенты, которые начинаются на четный айдишник или на нечетный, заканчиваются на четный айдишник или на нечетный, они будут попадать на разные модели. И все это хорошенечко тоже покрываете мониторингом, продуктовые метрики. Далее у меня маленький слайд про боль. Если есть возможность, никогда не тяните слона в продакшн, потому что, скорее всего, что-то упадет, обязательно что-то упадет, и модель вы не сможете переобучить в назначенный час. Тут два выхода. Либо вы страдаете, либо вы переносите все только на неслоновые данные, то есть на продакшн-базу данных, возможно, на HDFS, который редко падает. Либо вы делаете модель, которая, если есть данные из Ходопа, использует их, если нет, их не использует. Ну вот теперь вы умеете в продакшн, и можете просить повышение зарплаты. У меня осталось, наверное, много времени на доклад. Но, а, нет. Кто не получил браслет, вот такой, да, или кто хочет привезти в подругу, он может зарегистрироваться в приложении Юла, найти мое объявление, и бесплатно, замечу, бесплатно, первый, да, может получить вот такой браслет с... Кто первый напишет? Техан, мне не дают что-нибудь? Бесплатно. Нет, тебе дают дают? Мне не дают. Окей. По следующим контактам меня можно найти. Я не прячусь. Ни от какого правительства. Вот. Все. Буду рад общению. Спасибо. Я заберу микрофон, чтобы вручить докладчику микрофон попроще, и сразу задам ему вопрос. Вот как ты считаешь, Петя, если вот это твое объявление с браслетом запихать в модельку, моделька сочетет, что это нормальное объявление, или лучше бы его выкосить к чертям собачьим? Как ты видишь, я опубликовал это объявление, и оно еще не залочено. Так может, у тебя там с продакшеном беда? Может. Вы можете установить приложение и потыкать, попробовать, в продакшене беда или нет, сделать объявление? Есть желающие потыкать Петю без продакшена вопросами? Нет. Петя, спасибо за доклад. У меня тоже зачастую бывает боль с продакшеном, что я тебя хорошо понимаю. Я знаю, что ты чувствуешь, бро. И вот если по этому поводу вопрос, как раз проблема такая, которую я, ну условно, я знаю несколько способов ее решить, но хорошего способа, наверное, не знаю. То есть модель запикленная, запикнуть модель – это хорошо, но ей еще нужны абсолютно те же версии библиотек, на которых она была создана. И, собственно, потом бывает ситуация, когда, допустим, много дейт-сайтистов… Давай по одному. …сделали много… Это все один вопрос, я просто дальше рассказываю. Сделали, соответственно, много моделей на разных версиях библиотек. И теперь мы хотим взять эти версии на одной и той же машине, использовать эти вот эти распикнутые файлики и использовать. Вот как, что ты предлагаешь в этом случае делать? Во-первых, можно использовать… Ну, если мы говорим про пикл, значит, мы говорим про питон. Там есть виртуальное окружение, которое можно поставить и указать при создании этого виртуального окружения версию различных библиотек, которые мы хотим использовать. К сожалению, питонячих библиотек, да, несистемных. Это здорово, это работает, но не всегда. В моем розовом мире я бы использовал докер. Я бы использовал докер, попросил, сделал какой-то одинаковый образ для всех разработчиков. И если они сделали модель, которая не работает в этом докере, который есть как гайдлайн, то пусть они сами переделают модель под эту версию библиотек. И выводил бы этот докер в продакшн. Не во всех компаниях, к сожалению, приветствуется докер. Поэтому голо указывать библиотеки. В предыдущей компании мы использовали Ubuntu, даже питонячие библиотеки мы ставили не пипом, а как деппакеты. И там четко можно было указать версии библиотек, которые можно использовать. И вот только тогда и работает. Поэтому надо зажимать таких разработчиков в тиски, я считаю. То есть дейтсайты-то имеешь в виду? Да, да, да. Иногда есть резоны использовать разные версии. Да, но тогда либо страдать, что другие люди... Ну, мы привыкли страдать, да? Либо сделать такую поддержку, чтобы они выгружали докер с определенными версиями, либо виртуальное окружение с определенными версиями. Но, по-моему, это тонкий лед. Окей, я понял тебя, спасибо. Еще вопросы? Я вижу, там очень наверху сидит Денис. Денис, если ты хочешь сказать что-нибудь про Луиджи вместо Airflow, то я и так могу вместо тебя сказать. А, ну ладно. Да, я о чем всем говорил, это моя боль. Я проходил через все эти приложения. Я могу их порекомендовать, но этим не ограничивается. Есть Торнадо вместо Гуникорна, есть UIGI, вместо Airflow есть Луиджи, есть Крон есть. Можно использовать его. Спасибо большое за доклад. На самом деле, прям узнал себя. Очень похожая система крутится в месте, где я занят. И у нас есть такая, скажем, не у нас вообще существует такая проблема. Допустим, вот все, поплайн прогнался, все окей. Надо подменить веса. А как бы, ну, идет нагрузка, как бы, приходят запросы prediction, 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 prediction. Надо им всем ответить, но в это же время надо подменить старые веса на новые веса. То есть можно решать это, конечно, так, что там как-то трафик закидывается куда-то. Как это решается вот у вас? Мы используем очередь. То есть, если... Есть очередь, куда backend кидает запросы, откуда он делает... Ну, пытается сделать predict. Если падает с 500-кой или тайм-аутом, то он не вынимает этот объект из очереди, а еще раз делает запросы. А если есть какие-то ограничения на latency, скажем, давний prediction, чтобы он был... Ну... Мы не можем долго ждать очереди. Ну, долго это не значит, что очередь наполняется. Она, возможно, наполнится только в те моменты, когда вы подменяете модели. Вы можете поднять рядом соседний какой-то фреймворк и просто с помощью Nginx перекинуть запрос на него. Это тоже, возможно, породит какие-то ошибки, но их меньше будет, потому что у вас уже прогретое приложение будет. Но мы используем очередь, нам latency не так важен. Круто. Просто, скажем, в TensorFlow есть сервинг, замечательная штука, которая умеет одновременно поднимать новые веса и прозрачно их подменять. И это очень классно. Я, к сожалению, его не использую. Еще кто-нибудь страдает от production? Ага, страдает. Я боюсь, страдают все, просто они молчат об этом. Некоторые... Стыдно. Ну, я на самом деле не страдаю, но хотелось бы узнать, кто что делает, когда нужно запустить сверточную сетку в production на GPU. Я, к сожалению, не буду спекулировать, я некомпетентен в этом вопросе. То есть спросите коллег, я не использую нейронную сетку в production. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Я не совсем понял по поводу того, где рекомендовалось, ну, где вообще вы храните модель, потому что в целом, хорошо, мы положили куда-то запекленный файл, но все равно, как бы, сам пикл файл ничего не означает, как бы, к нему надо код, то есть, если мы код библиотеки что-то запеклили, а версии установленной библиотеки другие, как бы, ничем хорошим это не закончится. То есть, по идее, тогда в любом случае нам надо и пакет, и пикл файл. Если пикл файл большой, то, как бы, мы ставим пакет, а в процессе установки запускаем хук, который там, или из ОФС вытягивает, или из С3, или торрент там доносит данные. Все именно. То есть, в целом, все равно, то есть, когда вы говорили, что пакет собирать тяжело, в целом, как бы, по факту, при бытесте, вы все равно 5 пакетов соберете, как бы, или... Нет. Во-первых, мы можем в коде указать, то есть, мы можем даже на одной машине поднять 2 пакета, куда будем роутить на разный, ой, один пакет с двумя разными моделями, и будем роутить в зависимости, допустим, от айдишника, то придется... Так, там же код разный. Ну, если это один пакет... Модель зависит от кода же еще. Модель... Там пичи считаются, что-то пичи считаются. Я поясню, поясню. Смотрите, когда я говорю, ну, то есть, когда я говорю про веб-фреймворк, у нас, это, ну, коробка, она прокидывает в следующую коробку. Именно, вот, она прокидывает, она прозрачна для всех, то есть, мы редко ее меняем, если меняем, то меняем везде. Да, то есть, там, в этот pickle файл мы можем загнать целый пайплайн, ну, то есть, можем загнать и функцию подготовки фичей, и, фактически, когда мы делаем предикт и передаем туда rowdata, мы делаем это для всех любых моделей, а уже внутри пик-файла у нас подготовка фичей, у нас разные модели, где-то, допустим, random forest, где-то xgboost, или xgboost с разным learning rate, при этом, то есть, все скрыто именно в pickle файле, а общая обвязка, она одинаковая для всех. Поскольку я не вижу леса рук, я задам вопрос, который у меня немножко наболел. у нас в джуна все очень серьезно относятся к качеству, у нас кода для тестирования написано больше, чем кода для, собственно, бэкэнда, и поэтому, когда нужно вывести модель в предакшн, то очень много вопросов про то, как это все протестировать. Расскажи нам, Петр, как вы тестируете свои модели, как у вас вообще? Можно я картинка отвечу? К сожалению, если бы я знал твой вопрос заранее, я бы ее подготовил. Картинка тоже подробно? Нет, картинка, если ты хочешь, если ты хочешь протестировать модель Карл, протестируй ее в проде. То есть, есть тестирование какого-то валидейта, смотри как, есть реальность, и то, как я это вижу, когда у меня будет свободное время, и когда я смогу это переделать. В реальности мы тестируем ее на новых данных, которые у нас есть, да, мы, естественно, не на старых делаем, ну, допустим, сегодня мы обучили модель, хотим ее протестировать, то есть, обучаем на данных прошлого года без последней недели, на последней неделе тестируем. ну, на последней неделе она работает лучше, мы выводим ее в продакшн, сразу следим за метриками, они не падают, все хорошо. И, если они не падают, то все отлично отработалось. В моей, в моей жизни, да, как я это вижу, я бы выпускал две модели параллельно. то есть, ну, то есть, выпускал новую модель, возможно, перекидывал, сначала бы она в холостую работала, я смотрел, какие скорые она дает, да, как бы она повела, но обращаем внимание на ту версию модели, потом переключаю 10%, потом 20%, потом 30%, да, но у меня, к сожалению, нет на это времени, поэтому, если я хочу протестировать, я тестирую это в продакшн. Я могу немного позавидовать. Да. Спасибо за доклад. Если можно, я сидю, а то очень тяжело вставать с этой штуки. Да, вообще. Хотите, я все. У меня вопрос про боль, связанная с объемами данных и перформансом. Какие максимальные объемы и, ну, сколько времени занимает какой-нибудь там, ну, давайте случай какой-нибудь максимальный, чем пришлось работать? Максимальный случай у меня, ну, то есть, объемы сырых данных. Да, да. Ну, зачастую, то есть, иногда надо посчитать метрики для пользователя за год. Вы представляете, кликстрим за пользователь за год, и их несколько, да, то есть, мы для каждого пользователя, и все это происходит, естественно, на ходу, ну, куда без него. Вот, как я бы его любил, не любил, и все вот эти подготовительные фичи раз в ночь, они просчитываются для всех пользователей, запускается джоба, она работает где-то час, вот, учитывая, что там 8-10 серверов, это достаточно большой объем данных необходимо перелопатить, вот, если говорить, то это терабайты данных. Естественно, давайте так, я могу себе позволить раз в ночь и их пересчитать, вот, если бы я не мог себе их позволить, я бы от них вот отказался, посмотрел бы, как упал скор, ну, и либо увеличивал вычислительные мощности, либо нет. Ну, то есть, возможно, имеет смысл попытаться решить текущими средствами, посмотреть, как скор, да, возможно, на недельку запустить расчеты, посмотреть, увеличится ли скор, если вы зацепите не последний месяц, а последний год, да, какие-то агрегационные данные по пользователю посчитаете, там, за последний год. но они имеют место затухать, то есть, пользователи, они в различных сервисах имеют место затухать с разным промежутком времени, возможно, там, не знаю, у вас пользователи голуби, который, хоп, внимание, я туда пошел, вот, ну, здорово, если так, вам можно на одном компьютере обучаться. А можно еще один вопросик? Да, конечно. А чем перекладываете? Арсений скажет, можно или нет? Можно. А чем перекладываете, ну, то есть, есть, как бы, real-time данные, и, скорее всего, есть реплика, ну, вы же рассказывали про реплику. Чем перекладываете данные? Если мы говорим про реплику баз данных, то в каких-то местах это было, что это постгрессы, да, и у них там есть основное, есть реплика, ну, read-on или реплика, так называемая, ты ходишь туда, если тебе не надо что-то срочно, долгий запрос делаешь, вот, ты ходишь к этой базе данных. А когда обучаешься, ты можешь ходить вообще к slow-реплике, которая самая-самая долгая. То же самое и сейчас, правда, это монго. То есть, если надо, но я предпочитаю, когда тебе на блюдечке уже бэкэндеры приносят вот эти данные, да, то есть, если ты модерируешь юзера, они приносят данные про юзера. Если ты модерируешь там объявления, они про все объявления тебе говорят, тебе не надо никуда, ну, по крайней мере, не в момент обучения, а в момент предсказания никуда идти, у тебя все эти данные есть, максимум вот эти агрегаты, но ты уже из своей базы берешь, ты можешь из мастера это взять, из своего мастера. Не за что. Добрый день, я, конечно, слишком молод, чтобы понимать вашу боль, так, и, собственно, у меня к вам вопрос, всегда ли требуется, всегда ли от вас требовалось строить модели, которые необходимо интерпретировать, то есть, в принципе? ну, это, знаете, это, как бы, я пытаюсь уменьшить свою боль, потому что, ну, люди приходят, они жалуются, твоя модель плохо работает, но я говорю, что моя модель работает хорошо, посмотрите на АУК, да, они говорят, что нам АУК, у нас пользователи жалуются, но почему бы я не интерпретировал модель, если я это могу сделать, почему бы ее не интерпретировать, чтобы уменьшить боль себе и тем людям. Кажется, на этом вопросы закончились, и это очень уместно. Спасибо, Петр. Пожалуйста.